Необходимо соответствовать двум критериям. Это физический и экономический сабстанс. Что же такое сабстанс, для чего он нужен и как его создать? Во сколько вам войдется создание сабстанса в Сингапуре? Юридические лица, которые соответствуют требованиям по сабстансу на территории страны, имеют большое количество преимуществ по сравнению с теми компаний, которые не имеют. Привет, с вами Татьяна Шереметьева и ваша любимая программа «Жизнь и бизнес в Сингапуре», в которой я вам показываю Сингапур таким, как он есть, обучаю вас всем аспектам ведения бизнеса в стране и знакомлю вас с реальными представителями бизнеса, которые живут и занимаются бизнесом в Сингапуре. Сегодня я вам расскажу про экономический и физический сабстанс или присутствие компании. Во-первых, что это такое, почему это стало настолько актуально в последние годы, чем вы рискуете, если у вас нет сабстанса, и самое главное, как его создать и во сколько вам все это обойдется. Все это и многое другое вы узнаете из моего сегодняшнего видео. А с вас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями, для кого это может быть актуально. В последние годы с уловой сабстан стала очень популярна в вопросах структурирования и ведения международного бизнеса. В частности, начиная примерно с 2010 года, требования банков и налоговых органов многих стран мира в отношении экономического присутствия чета и сабстанс компании в стране регистрации стали постепенно ужесточаться и с каждым годом ужесточаются все более. Прежде чем мы детально разберем, что же такое сабстанс, для чего он нужен и как его создать, давайте сначала разберемся, откуда растут уши и почему сабстанс стал сейчас настолько актуален. Сначала появились требования по проведению KYC и требования по EML, то есть антимани лондринг, из-за которых чисто офшорная юрисдикция потеряла свою былую популярность. А страны типа Сингапура, так называемые мидшоры, ужесточили свое законодательство, касающиеся открытия банковских счетов и контроля за бизнесом. Далее последовали соглашения раскрытия анонимности банковской информации, так называемые Tax Information Exchange Agreements, или, проще говоря, двусторонние договоры об обмене налоговой информации. И также был принят многосторонняя конвенция о взаимной административной помощи по налоговым вопросам. В 2010 году был принят закон FATCA, то есть Foreign Account Tax Compliance Act, об автоматическом обмене информации по банковским счетам американских граждан. В 2014 году появился норматив CRS, или Common Reporting Standard, то есть единый стандарт отчетности. А начало активизации в 2016 году программы действия BEPS, то есть противодействия развиванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под ногового обложения, со стороны Организации экономического сотрудничества и развития, участниками которыми являются 141 страна и юрисдикция мира, вбила окончательный гвоздь в гроб классических офшоров. Целями программы действия BEPS является борьба с уклонением от уплаты налогов, повышение согласованности международных налоговых правил, а также обеспечение более прозрачной налоговой среды и решение налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики, то есть устранение всех возможностей использования международных корпоративных структур с целью получения нулевого налогообложения из-за недостатков налоговых соглашений между странами. Причиной для активизации данной программы стали частые случаи налоговых уклонений, к примеру, за счет отдаления центров прибыли от центров фактического осуществления деятельности. В этом процессе огромную роль сыграли офшоры и льготные юрисдикции, которые как раз не требовали ни осуществления реальной деятельности на их территории, ни соблюдения иных требований экономического присутствия компании. С помощью открытия компании, ранив какую-нибудь офшорную юрисдикцию, налогоплательщик мог анонимно аккумулировать прибыль на счетах такой офшорной компании, вместо того, чтобы аккумулировать ее в той юрисдикции, где он непосредственно осуществляет деятельность. Собственно, это ему позволяло уходить от налогов. Все это серьезным образом подпортило репутацию офшорных территорий и территории с гольтным льготным налогообложением. И, конечно, все это не обошло стороной и Сингапур. Основные признаки подставной или шелф-компании. Первое. Отсутствие офиса, то есть реального помещения в стороне регистрации. Второе. Отсутствие телефонного номера в стороне регистрации. Отсутствие сайта компании в стороне регистрации. Отсутствие сотрудника в стороне регистрации. Если, допустим, компания не сдает или сдает нулевую финансовую отчетность налогового органа, а также если компания не платит налоги в стороне регистрации и не предоставляет подтверждение уплаты налогов другой юрисдикции. Все эти признаки подставной или шелф-компании очень наглядно видны и налоговым структурам, и банковским структурам, и, собственно, с этими подставными компаниями, тем, которые позволяют уходить от уплаты налогов, с ними сейчас и идет самая активная борьба. Что нужно для того, чтобы с вами перестали бороться? Вам необходимо создать сабстанс вашей компании, то есть юридическое и экономическое присутствие, или, как минимум, его эффект присутствия, на территории страны регистрации. В связи со всеми этими изменениями в последние несколько лет владельцы многих иностранных компаний столкнулись с требованием подтверждения реального присутствия их бизнеса на территории страны регистрации. Иными словами, им пришлось доказывать сабстанс. Сабстанс – это экономическое и физическое присутствие компании в юрисдикции регистрации, то есть наличие не только юридической оболочки факта регистрации уставных документов, но и реальное присутствие компании на территории конкретной страны. Юридические лица, которые соответствуют требованиям по сабстансу на территории страны, имеют большое количество преимуществ по сравнению с теми компаний, которые не имеют. Правила в отношении экономического присутствия регулярно ужесточаются и направлены в борьбу с уклонением от уплаты налогов и диапшеризации. В некоторых странах пока достаточно, например, договора аренды офисного помещения, в других странах обязательно наличие физического офиса, определенного количества сотрудников, контрактов с деловыми партнерами в стране и так далее. Для того, чтобы подтвердить присутствие компании в стране, необходимо соответствовать двум критериям – это физический и экономический сабстанс. Физический сабстанс – это реальное присутствие компании на территории страны, то есть наличие реального офиса, сотрудников, директора. Экономический сабстанс – это фактическое осуществление деятельности компании на территории страны, то есть наличие местных расходов, контрагентов, генерация прибыли и уплаты налогов. Риски В случае отсутствия физического или экономического присутствия, компания может столкнуться со следующими рисками. Самый главный – сложность с открытием банковского счета. Риски закрытия уже существующего счета. Потеря налогового льгот, возможное двойное налоговложение доходов. Проблемы с определением налогового резидентства, проблемы с налоговыми органами обеих стран – это налоговые проверки, штрафы и даже возможное судебное разбирательство. Какие преимущества дает вам сабстанс? Наличие физического и или экономического присутствия дает вам следующее преимущество. Первое – отсутствие проблемы с открытием и поддержанием счета в банках. Второе – льготы для резидентов страны, налоговые льготы, а также легальное чистое введение бизнеса, что важно с точки зрения репутации как компаний, так и акционеров. Сейчас мы с вами обсудим, как создать сабстанс компаний именно в Сингапуре. Если раньше было достаточно для, допустим, граждан России просто зарегистрировать компанию, то сейчас очень сильно желательно, чтобы у компании был сабстанс. А именно, реальный офис на территории Сингапура, функционирующий сайт компании на английском языке, в идеале на местном домене SG. Электронная почта, местный телефон в Сингапуре для связи с местными клиентами, партнерами и госорганами. Также очень важный пункт – это наличие директора резидента Сингапура, имеющего соответствующую профессиональную квалификацию. Причем под этим директором может быть как местный директор наемный, так и акционер компании при наличии рабочей или резидентской визы. Это то, что касается физического сабстанса компании, но также немаловажно, чтобы у компании был экономический сабстанс на территории Сингапура. Что имеется в виду? Во-первых, это местные контрагенты, клиенты и поставщики, это местные сотрудники с обязательными отчислениями в госторственные фонды, а также статус налогового резидента страны и оплата налогов в Сингапуре. Во сколько вам войдется создание сабстанса в Сингапуре? Понимая важность создания сабстанса, идеальным вариантом будет открытие полноценного офиса в Сингапуре с наймом сотрудникам и ведением экономической деятельности на территории Сингапура, то есть оказание услуг на местном рынке, местные клиенты и поставщики. В зависимости от масштаба деятельности компании, размера местоположения офиса, количества и квалификации сотрудников, ценник на создание сабстанса может очень сильно различаться. Давайте сделаем минимальный расчет, во сколько вам обойдется сабстанс в Сингапуре. Сингапур является одной из самых дорогих стран мира и в том, что касается бизнес-расходов в том числе. Аренда коммерческого и жилого жилья, наем местных и иностранных сотрудников, оплата мобильной связи, интернета и другие расходы. Сейчас я вам кратко расскажу про минимальные расходы, во что вам обойдется аренда офисов Сингапура и также найм сотрудника. Офис в Сингапуре минимально вам будет стоить полторы тысячи долларов в месяц. При этом имейте в виду, что, как правило, контракты на аренду офиса заключаются сроком не менее чем на два года с обязательным внесением депозита не менее чем за два месяца аренды. Местный сотрудник вам обойдется не менее чем в две тысячи долларов в месяц. За эту зарплату вы найдете молодого специалиста без опыта работы. Зарплата более опытных квалифицированных специалистов начинается в Сингапуре от трех тысяч долларов и выше. Иностранный специалист в Сингапуре обойдется вам не меньше чем в четыре с половиной тысячи долларов в месяц. При этом существует целый ряд требований для найма иностранных сотрудников. В зависимости от типа визы в компании-работодателе будут применяться требования по необходимому количеству местных сотрудников, минимальной заработной плате, размеру установок капитала и другое. Дальше имейте в виду, что вам необходимо будет делать отчисления за сотрудников, и они составят от 200 долларов в месяц. Нужно учитывать при найме и местных и иностранных сотрудников требования по соответствию трудовому законодательству Сингапура, которые включают подготовку ежемесячных платежных ведомостей, а также обязательное отчисление государственной фонды и страховку. Дальше. Что касается оплаты мобильной связи, интернета, коммунальных услуг и других организационных расходов, то они составят от 200 долларов в месяц. При этом имейте в виду, что мобильные интернет-провайдеры требуют заключения контракта минимум на один год. И в случае преждевременного расторжения компания обязана выплатить всю причитающуюся по договору выплату. Когда я вам рассказываю про все эти расходы, пожалуйста, имейте в виду, что это минимальные пороги. Учитывая рыночные расценки, минимальные затраты на аренду маленького офиса и содержание одного сотрудника в Сингапуре составят. Если мы говорим про найм небольшого офиса и сотрудника резидента Сингапура, то ваши расходы в месяц составят порядка 4 тысяч американских долларов в месяц или сумма 49 тысяч долларов в год. А если мы говорим с вами про найм иностранного сотрудника, то он вам вместе с офисом обойдется минимум в 6,5 тысяч долларов в месяц или 78 тысяч в год. Пожалуйста, имейте в виду, что приведенные цены являются примерными и реальные расходы будут зависеть от размера, местоположения офиса, квалификации, опыт наемных сотрудников, типа виз наемных сотрудников и многих других факторов. Сегодня я вам рассказала всю правду о сабстенсе. Что это такое, почему он стал так популярен в последнее время, а как его создать и во что обойдется вам его создание. Если после просмотра моего видео вы решили, что вам позарез, как нужен сабстен Сингапур, у меня для вас хорошие новости. Мы можем вам в этом помочь. В частности, РСБС является лицензированным провайдером корпоративных услуг, а также лицензированным кадровым агентством, который работает в Сингапуре начиная с 2013 года. Мы оказываем полную бизнес-поддержку иностранному бизнесу, который хотят работать в Сингапуре. Если вы относитесь к одной из следующих категорий, в частности, вы хотите создать полный сабстен Сингапуре, включая аренду офиса, поиск подбор местных и иностранных сотрудников, поиск местных партнеров, мы вам можем помочь. Если вы не хотите, у вас нет бюджета, либо вы просто хотите пощупать воду, пощупать рынок, не хотя при этом больших экономических расходов, мы тоже можем вам помочь. И третий вариант. Если вам просто необходимо предоставить определенные документы в иностранной банке для подтверждения присутствия компании в Сингапуре, мы также можем вам помочь. К вашим услугам мы можем оказать вам как полные услуги, начиная от подбора персонала, помощь в поиске и аренде офиса в Сингапуре, поиска местных партнеров в Сингапуре, обеспечение вас секретарями, мобильной связью, виртуальными офисами. То есть все, что вам необходимо, вы можете найти у нас. А с вами была Татьяна Шереметьева. Не прощаюсь, но говорю до новых встреч.